Здравствуйте, в эфире студия Репортер и я ее ведущий Константин Гречаны. Сегодня мы поговорим об очень важной теме, которая касается в первую очередь тех людей, которые ведут свой бизнес. 19 июля вступает в силу закон номер 1982, в нем говорится об изменениях в использовании печати физическими и юридическими лицами-предпринимателями. Собственно, о смысле этого закона, о нововведениях мы поговорим с Андреем Крыжевским, управляющим партнером юридического бюро Метаинформ. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Константин. Расскажите немножко подробнее, что это за закон, какие будут новшества и что делать людям, которые ведут бизнес, как на них он отразится. Во-первых, необходимо отметить, что практически все реформы, которые проводятся в последнее время, так или иначе связаны со сложностями, так или иначе ставят катастрофически много вопросов, чего в общем-то, в принципе, быть не должно по логике вещей. За примерами ходить далеко не нужно. Вот недавно нашумевшее постановление 225 по поводу проверок трудовиков, когда, в общем-то, трудовики приходят на предприятие без уведомления, только с удостоверениями, не расписываются в графиках проверок и налагают штраф 96 тысяч гривен за неправильно оформленные трудовые отношения на одного только работника. И закон 1982, который мы сейчас обсуждаем, не исключение. Я бы сказал, что есть одна особенность у закона 1982. Он немножко выбивается из реформаторского мейнстрима по созданию сложностей в жизни, напоминая батарейку с плюсом и минусом. То есть плюс... То есть оно прощает жизнь, я так понимаю... Плюс залуженный, а вот минус большой. Начнем с плюсов. Согласно закону вносятся изменения в кодекс об административных правонарушениях, добавляется статья 166.24, то есть с индексом 24, да, где говорится, что незаконные требования представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления по поводу наличия отчиска печати на документах, то есть это влечет на себя за собой ответственность в размере от 850 до 1700 гривен. В общем-то, для понимания сути процесса необходимо, конечно же, немножко окунуться в прошлое. Дело в том, что закон 19.82 — это вторая ласточка по отмене печати. Первоначальная реформа началась еще в 2014 году, весной, когда был закон 12.06, и там была внесена статья 58 с индексом 1 в хозяйственный кодекс, где четко говорил, что отныне предприятие не обязано применять печать. То есть это его право предприятия применять печать в своей деятельности. И отменяли все разрешительные процедуры в связи с вводом такой печати в действие. Хочу сразу отметить, что мы рекомендовали своим клиентам не вестись на вот такую, в общем-то, с первой точки зрения удобную вещь. Почему? Потому что это налагает, это за собой тянет ряд трудностей. Ну, не мне вам говорить, что такое документ без печати, только с подписью. Все-таки поставить подпись, нарисовать подпись, подделать подпись, помимо того, что это уголовно наказуемое деяние, это не чемпионат мира по футболу выиграть. Это раз-два и поставил. И это, в общем-то, очень сильно снижает степень защиты документа. Поэтому мы рекомендовали сразу. Применяйте дальше печать, закон это позволяет. В Аршавском кодексе есть статья 207, абзац 3 части 2, которая говорит, что стороны, если договорятся в договоре об использовании печати, то печать ставится и, как говорится, подтверждает реагативность документа. То есть печать могла ставиться в тех случаях, если обе стороны на это соглашались. Да, конечно. Это не односторонние. Да, Константин, все верно. В договоре нужно было оговорить такое использование. В общем-то, но на практике очень часто сталкивался с ситуациями, когда представители органов государственного власти и местного самоуправления требовали все-таки наличия печати, даже в том случае, когда предприятие не применяло печать. Были такие клиенты у нас в практике, которые все-таки, даже предприятие, как это ни странно не звучит, все-таки не применяли печать. А на каком основании? То есть есть же закон, да? Закон позволял не применять печать, но они, собственно говоря, согласились с таким предложением закона. Нет, но вы говорите, что органы местного самоуправления требовали применения печати. А на каком основании, если закон позволял не применять печать? По субъективному мнению, как это часто бывает в различных инстанциях наших. И, безусловно, это все выливалось в достаточно длительные споры. Конечно, можно было обжаловать это все в суде, но, как правило, когда клиент хочет что-то зарегистрировать, какие-то провести изменения у регистраторов, ему это нужно сделать быстро. А судебные тяжбы, это понятно, это месяцы. Поэтому приходилось иногда как-то пытаться все-таки находить консенсус, но, опять-таки, путем долгих споров. Они немножко, извините, я перебью, спекулировали на этом моменте, что человек понимает, что он увязнен в судебных тяжбах, и поэтому они невыполнением закона спекулировали немножко. Безусловно. Сейчас же в этом вопросе нарисовался, как бы, возник плюс. То есть, действительно, стало легче. Теперь всегда можно потребовать все-таки выполнить закон и, как говорится, напомнить об ответственности, которая налагается на таких должностных лиц, которые требуют отиск печати на документах. Теперь здесь конфеты заканчиваются, и начинается горькая реальность. Потому что закон 1982 на самом деле добавил, внес некоторые изменения в статью 58 с индексом 1 хозяйственного кодекса, изложив ее в новой редакции, где четко говорится о том, что, я практически дословно процитирую, наличие либо отсутствие оттиска печати на документе не влечет никаких юридических последствий. При этом одновременно из статьи 207, которая говорила о том, что стороны могут договориться и использовать печать в договоре, вот эта вот норма исключена полностью. Отныне, с 19 июля 2017 года, печать превращается в не более чем музейный экспонат. То есть просто можно поставить по центру офиса и скорбить. Скорбить, потому что это трагедия на самом деле. Ну а вот как теперь будут защищены документы? Значит, во-первых, хочу сразу сказать, что, да, чтобы понимать, как защищать документы, нужно четко проанализировать, какие угрозы все-таки возможны, потому что от наличия той или иной угрозы нужно отталкиваться при защите такого документа. Вот, предположим, недовольный работник, который так или иначе поругался со своим директором, обиделся на директора. Что он может сделать? Во-первых, он может просто налить клей на его место и канцелярские кнопки. Понятно, шутка, да? Второй способ. Он может написать жалобу трудовикам, что сейчас, кстати, не редкость. На моей практике уже два случая таких. Трудовики обязаны в любом случае отреагировать, прийти с проверкой на предприятие. Они даже не могут не сообщать, кто заявитель, кто написал жалобу. И третий вариант, наш вариант, по закону 1982. Такой сотрудник, естественно, часто видел подпись своего директора. Это не мудрено. Хотя бы при принятии на работу, когда его должны знакомить со всеми документами локальными, внутренними предприятиями. Он просто берет какой-либо договор, какой-нибудь крупный займ на предприятии или какое-то иное обязательство такое, отягощает предприятие каким-либо иным способом. Чиркает за своего директора, поделывает подпись. И таким образом договор вступает в свою законную силу. Доказать обратное – это мегатрудная задача. Потому что это все будет делаться через суд. Подчерковедческая экспертиза. А эксперт, он однозначного ответа не дает. Он всегда говорит, что да, вот этот почерк максимально соответствует, например, тому почерку, который на договоре. То есть он какого-то однозначного ответа не дает. И это все затягивается, и очень все трудно будет в дальнейшем защищать. Что я рекомендую делать? Понятно, что в первую очередь стоит уделить внимание процедуре утверждения документов на предприятии. Это не новость для крупных компаний, которые, в принципе, уже такую процедуру опробовали и довольно успешно применяют. Там утверждение договора начинается от секретаря или менеджера по продажам, проходит 5-10 инстанций и попадает только потом на стол руководителю. При этом каждый одобряет санкцию, вносит. Каждый составляет какой-то документ сопутствующий, что вот да, он договор проверил, все в порядке и ставит подпись, дату. Средний и малый бизнес такими вещами не занимаются. Понятное дело, не было надобности. Сейчас я рекомендую разработать четкую, скрупулезно продумать, детальную процедуру по утверждению документов, в том числе подписанию договора, который потом попадает на стол руководителю. При этом нужно очень четко прописать это все в локальных актах предприятия. То есть буквально создать инструкцию локальную на предприятии, где каждому вменить в обязанность проверять такой договор. Это послужит хорошим плюсом в судебном разбирательстве, когда можно будет доказать все-таки, что такой договор просто не мог попасть, например, к директору, потому что застрял на какой-то из инстанций. Ну, как вариант. Если это рейдеры, которые хотят тоже подделать подпись и провести какие-то регистрационные процедуры, захватить предприятие, здесь рекомендую все-таки обратить внимание на устав, потому что, как правило, если мы возьмем малые и средние предприятия, на более частый случай это просто директор. То есть исполнительный орган — это директор. Я рекомендую делать дирекцию коллегиально-исполнительного органа. Например, вот генеральный директор, еще несколько директоров, и каждому из них вменить в обязанности. Вот генеральный директор подписывает одно, директор по коммерческий директор другие документы, финансовый директор — финансовый. Просто рейдерам, если они, в принципе, не располагают, скажем так, шпионом внутри предприятия, им будет сложнее догадаться все-таки, какую подпись ставить. Но это такой самый легкий вариант. Понятно, что есть более интересные варианты, но их уже нужно обсуждать конкретно, в зависимости от обстоятельств дела. Но я вот немножко все-таки не понял по процедуре, то, что вы говорите, внутреннее оформление документов, каким вот образом оно может защитить, собственно, сам документ от подделки подписи. То есть, ну вот можете какой-то практический пример привести, как должен оформляться документ, например, чтобы было понятно, что это подделка. Безусловно. На предприятии должно существовать несколько звеньев одобрения документа. Крупные предприятия у них это есть. Можно, если у кого-то есть коллеги в крупных предприятиях, в принципе, поговорить, позаимствовать эту процедуру. Но я рекомендую все-таки ее немножко синхронизировать с опасностью, которая несет себе вот этот закон 1982. То есть, создать несколько звеньев. Каждое звено должно обязательно принять этот документ к рассмотрению, проанализировать его, обязательно одобрить, санкционировать, при этом составить какой-то документ, который подтверждает, что он вот санкционирует вот этот договор, предположим. Ну, банально это может быть, например, акт присутствия двух свидетелей, но я рекомендую все-таки как-то иным образом урегулировать какой-то другой документ, чтобы, как говорится, не тревожить своих коллег. И каждая инстанция проверяет, санкционирует. Документы сопроводительные присутствуют вот на пути следования к столу директора такого договора. Директор, если вот не одобрит какое-то, например, седьмое звено этот договор, логично, что такой документ просто не мог попасть к директору на основании внутренних и локальных актов предприятия. То есть, если кто-то будет говорить о том, что директор все-таки он подписал этот договор, но тогда можно вызвать свидетелей, вызвать, согласно этой процедуре на предприятии, которая детально прописана, вызвать всех звеньев в суд, которые подтвердят, что да, он утверждал, он утверждал, он утверждал, а, например, пятое звено, я не утвердил документ, то есть я не составлял, и, соответственно, документ не мог дальше пройти к директору. Это послужит, безусловно, не железобетонным, но очень хорошим подспорьем в защите такого документа от подделки подписи. Андрей, по вашему мнению, вот не лучше было бы все-таки изначально продумать механизмы защиты, причем законодательные, чтобы это не являлось, скажем так, вопросом какого-то отдельного предприятия, их внутренней кухни, а вот законодательно сначала продумать механизмы защиты, а потом уже принимать соответствующий закон, учитывая, что три года был период, вот как вы сказали, переходной период был. Безусловно, безусловно, так оно и должно было быть в принципе, так правильно делать. То есть если мы что-то реформируем, если мы что-то меняем, мы должны упрощать жизнь, а не усложнять ее. Мы должны позаботиться о том, чтобы у бизнеса не было опасений вот здесь такой реформы. То есть предусмотреть какие-то варианты защиты от подделывания подписей, безусловно, тем более, что в нашем государстве уровень коррупции и иных прочих проявлений рейдерства высок, то есть это немалый уровень. Безусловно, в Европе печати, мы необходимо понимать, что мы приближаемся к праву Европейского Союза. То есть в Европе печати это довольно такой анахронизм. Но в Европе и уровень коррупции, и уровень иных преступлений намного меньше, чем в Украине. У нас это все, в принципе, очень актуально. И поэтому, конечно, нужно было какие-то механизмы предусмотреть закон, и на сегодняшний день их нет. Таких механизмов просто нет. Судебная практика, возможно, появится к осени, в лучшем случае. Но опять-таки, это будут только решения судов первой инстанции. Как оно пойдет дальше, тоже нужно смотреть, но это уже будет в следующий год. А предприятиям уже важно подстраховаться. Тем более, что если бизнес хороший на ходу, и действительно есть конкуренты, есть какие-то угрозы, директор об этом знает, то нужно уже сейчас принимать меры. Андрей, спасибо за интересный эфир. Я думаю, что люди, которые занимаются своим бизнесом, они получили пользу, смотря нашу передачу. Спасибо. Благодарю вас. Я напомню, что у нас в гостях был Андрей Крыжевский, управляющий партнер юридического бюро Метаинформ, студию провел Константин Гречан. Всего доброго.